Канал Азбука Радиосхем и сегодня мы попробуем разобраться, можно ли обыкновенный диод использовать в роли стабилитрона. Сначала давайте посмотрим на графики диода, вольтамперная характеристика его и на вольтамперную характеристику стабилитрона. Если это мы все развернем на 180 градусов, то мы увидим довольно большое соответствие. Единственное что, диод стабилизирует напряжение на примерно 0.5, 0.6, 0.7 вольта в зависимости от диода. Какой-то у них есть разброс, от параметра зависит. А у стабилитрона напряжение как правило выше. Но это значит только то, что мы можем попытаться набрать цепь из диодов. Что мы сегодня и сделаем и проверим, работает это все или нет. Потому что в интернете часто эту тему затрагивает. Периодически эти обсуждения возникают на форумах. Но я считаю лучше это все попробовать экспериментально, замерить, проверить и сделать какие-то выводы. И для этих целей я возьму стандартные выпрямительные диоды. Самые популярные 1N4007 на ток 1 ампер. Схема как видите довольно простая. На диоде примерно садится 0.7 вольт. И чтобы застабилизировать 3 вольта, я возьму 4 диода. И также гасящий резистор. С краткой теорией закончили. А теперь приступаем к реальным замерам. Схема мы будем использовать классическую. Как подключается стабилитрон и обязательно ограничивающий ток резистор. Единственное что, что вместо стабилитрона мы будем подключать цепочку из диодов. Но так как вы помните еще в начале мы график разворачивали на 180 градусов. И так же само мы развернем диоды относительно стабилитрона на 180 градусов. Получилось прямое включение диода. А на одном диоде примерно 0.7 вольта падения напряжения. То умножаем на 4. И вот получаем около 3 вольт. Реально мы сейчас все это замерим. Схему я собрал на макетной плате. И давайте теперь я начну добавлять напряжение на блоке питания. Блок питания это тоже самодельный. Я показывал как сделать его в одном из предыдущих видео. Точнее это была целая цепь видео. И на блоке питания начинаю увеличивать напряжение. Соответственно растет ток потребления. И застабилизировалось у нас напряжение на нашем псевдостабилитроне 3.2 вольта. Но это без нагрузки. Если посмотрим на схему. То вот в нагрузке он еще не подключен. Входное напряжение нашей цепи 5.6 вольта. 340 мА ток потребления. Я подключаю нагрузку. Это 10-омное сопротивление. Как видим напряжение упало до 2.6 вольт. Давайте добавим входное напряжение. И вот наши 3 вольта. При входном напряжении 7.3 вольта. И токи потребления 820 мА. Я отключаю нагрузку. Ток потребления упал до 570 мА. И также в холостом ходу напряжение на нашем стабилитроне застабилизировалось на 3.3 вольта. Из этого всего можно сделать выводы. И первое. Схема использования диодов в роли стабилитрона однозначно рабочая. Рабочая. Единственное что. Если вам нужно набрать более большие напряжения. Это будут очень длинные цепочки диодов. Допустим если вам нужно набрать на 7 вольт. Это уже 10 диодов примерно. Довольно много. Второе. КПД этой схемы не такое уж и высокое. Но оно примерно так же как и на стабилитронах. Говорит однозначно о том, что использовать такие схемы для мощных нагрузок нерентабельно. А вот как цепи задающие напряжение. Да. Можно использовать в каких-то блоках питания. Где эта цепочка управляет мощными транзисторами выходными блока питания. Или той же кренкой. Также диоды можно использовать дополнительно со стабилитронами. Если у вас допустим нет на какое-то конкретное напряжение стабилитрона. А есть на чуть-чуть меньшее напряжение. То при помощи диода можно попытаться. Или нескольких диодов можно попытаться подобрать нужное нам напряжение стабилизации. И окончательные выводы. Схема да рабочая. Но рентабельно использовать ее только на маленькие напряжения. И на небольшие токи в районе до полампера может быть чуть больше. Также рентабельно использовать как опорное напряжение в других цепях. И дополнительно к стабилитрону. Если у нас нет стабилитрона на конкретное напряжение. Если у вас есть свои какие-то мнения по этому поводу. Или какие-то идеи. Пишите ниже под видео. Видео понравилось. Также не забудьте поставить лайк. И подписаться на канал.